Господи, благослови, мы отправляемся в рулетку. Боже милости, будем негрешным. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благословен Господь, благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Хвала тебе, наш Иисус, слава тебе. Прости нас Господи и помилуй. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, он ныне, любоначаля, празднословия и серебролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй бы зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Эбо Ты благословен во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь, слава. Псалтырь, 31-й Псалом. Блажен, кому отпущены беззакония, еще и грехи покрыты. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обрешали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь щеготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие вод многих не достигнет его. Ты, покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тобою, око мое над Тобою. Не будь их как конь, как лошак несмысленных, Которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь праведно. Торжествуйте все правое сердцем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господь, за милости Твои в этом дне. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй бы зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Ибо Ты благословен во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Великий дивин Господь наш, хвала Тебе, Господи. Спаси нас и помилуй. Коснись сердца этих детей, которых не научили ничему божественному. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Непобедимая божественная сила, сейчас нагожевывающего креста Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победу на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей сродника, благодетелей. Заполита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Гапангела, Диамида, Тихона, Антония. Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь, великие дивные дела Твои. Пошли, владыка, добрых благовестников, чтобы возвестили о любви Твоей к роду человеческому. Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. И всем открой эту любовь Твою в Сыне Твоем Единородном. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо вот люди, как мошкара, падают из, как солома в вихре ветра, как пыль. Открой истину Твою, Господи, и найди здесь, в этом ущелье мрака и тьмы, души, предуготовленные для спасения Твоего. Кому возвестить слово истины, милосердный Создатель? В этом Содоме и Гаморе найдутся ли десять человек, которых Ты спас бы? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, счастье и поклонение, слава и благодарение! Аллилуйя! Помилуй нас, Боже, помилуй нас! На Тебя уповаем! И в этом ущелье мрака и тьмы, где человек ничему не может научиться доброму, позволь нам, Господи, посеять семя любви Твоей, дабы познали люди Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа, который умер за грехи наши. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь! Господи помилуй! Послушайте меня, пожалуйста! Вы что хотели сказать? А что вы сейчас делали? Повторите! Что вы сейчас делали? Что делали? А вы что здесь делаете? В этом счастье рулетка? Сижу! Ну не просто сижу! Это глубокое ущелье тьмы и мрака, блуда и всякого разврата! 50% голые сидят здесь! 80% мусульман! Мы пришли туда, чтобы людям рассказать о Боге! Творят блуд открыто! Вы не знаете? Вам тут делать совсем не на пользу! Это я не у вас буду спрашивать! Вы не верите, что Господь умер за вас! Учат грешника в огне вечном гореть! Смех ваш обратится в плащ и в рыдание! Да! Вот как Господь говорит! Моящила, думал, что может что-то сказать удастся! Нет, ничего! Уже там вперед меня пришел, занял! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Благодарим тебя, милосердный Создатель! Аллилуйя! Хвала тебе, Господи! Честь и поклонение! Слава и благодарение! Любящий наш Отец Небесный! Аллилуйя! Евангелие от Марка, 2 глава! Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум! И слышно стало, что он в доме! Точно собрались многие, так что уже и у дверей не было места! И он говорил им слово! И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо! И не имея возможности приблизиться к Иисусу, за многолюдством раскрыли кровью дома, где он находился! И, прокопав ее, спустили на постель, на которой лежал расслабленный! Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чадо, прощаются тебе грехи твои! Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что так он богохульствует! Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи! Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи! Говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой! Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми! Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели, не видали! И вышел Иисус опять к морю! И весь народ пошел к Нему, и Он учил их! Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пощин, и говорит ему, следуй за Мною! И Он, встав, последовал за Ним! И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его! И многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним! Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками! Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные! Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию! Ученики Иоанна и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят, почему ученики Иоанна и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся! И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога-брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься! Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже! Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут! Но вино молодое надо обновлевать в мехи новое! И случилось Иисусу в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали Иисусу, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать! Он сказал им, неужели вы не считали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике авиафаре, и ел хлебы, предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков, аминь! И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы! Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь! Господи, прости нас, как пройти через эту долину смерти, долину мерзости, как сатана собрал в одно место, кажется, всех прелюбодеев со всего мира. Вожжег сатана пламень адского похотения. Открой истину Твою многим. Найди здесь души, которые могли бы принять Слово Евангелие. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пошли добрых свидетелей, миссионеров, Господи, к нуждающимся в их помощи. Откроем истину Твою. И стар, и мал, все развратилось. И придет Господь, найдет ли веру на земле? Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, наш Бог Иегова, воочи! Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышли, Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся, великий, ради славы Твоей. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты и этого дня. Аллилуйя! Псалом 32. Радуйтесь, праведные о Господе, правом прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворена небеса и духом усть Его, все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля. Да трепещут перед Ним все, живущие во Вселенной. Ибо Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замысл народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в роды и род. Блажен народ, у которых Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие Себе. С небес презирает Господь видеть всех сынов человеческих. Аллилуйя. С престола, на котором восседает. Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великою силой своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа моя уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше. Ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Веру и во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим уже всем и невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно. Едино сущно Отцу, им же вся Быша. Нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой, Марии и Девы, и вочеловейшися, распятого же заны при понтийстве Пилате, страдавшей погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и пахи грядущего со славой, судите живым и мертвым, и вожецарствия не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино и святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвым, и жизни будущего века. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Как Ты велик, Господи, в деле Твоем! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Найди новое душе, могущее принять слово благовестия, радостную весть, что Сына Своего Отец Небесный отдал на заклание, как Агнец на заклание предстревущим безгласен. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Иисус! Благослови нас, Господи! Говори, Ты, Господи, оставляешь девяносто девять овец, незаблудившихся, и ищешь одну. И радуются они и ангелы на небесах. Найди здесь эти души. Среди этого мрака и безумия. Найди живых. Найди жаждущих познать истину. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Господь! Дивны дела Твои, Господи! Сотворившему небо, землю, воды и все, что в них, этому единому вечному Богу да принесем хвалу и благодарение Аллилуйя! Будь милостив ко мне, грешного! Создавший меня Господь, помилуй меня! Бесчиславе согрешил, Господи! Прости меня, грешного, и помилуй! Хвала Тебя, наш Иисус! Да будет благословен наш труд полезный и безопасный для славы Твоего имени! Господи Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Господь, Бог наш! И на детях, детей, откроем истину Твою, Божию! Коснись их сердец! Укажи им на будущее, что ожидает их! Обрати, Господи, словом проповеди, что Ты, Господь наш и Бог, Ты умер за наши грехи и зовешь всех к покаянию. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Вот так и в жизни ничего нет постоянного, все суета, суета, аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня! Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков, ами! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Сарю Небесный, утешителю души истинной, иже везде ссы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси благие души наши! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, ами! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь! Отче наш, иже и Сына Небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь! Господи, помилуй! Ты что-то хотел спросить, мальчик? Нет? Слушаю. А у вас в городе церковь есть православная? Храм. А вы ходили когда в церковь? И молитвы какие-нибудь знаешь? А зачем ты находишься вот в этом щате рулетка? С какой целью? Так просто. Нет, не просто. Это место очень нехорошее. Настолько нехорошее, что другого места нету. В одно место сатана загнал людей, здесь всякий разврат творят, безобразие, голое. А вы в это время лучше на природе побыли, поудивлялись делам Божьим. А так постепенно разбратишься, ты ни к чему не будешь, годен, как гнилая тряпка, тебя будут все попирать. Мы пришли людям о Боге рассказать. Ты достань Евангелие, пойди к священнику, если даже денег нет, попроси. Начинай считать. Мы все умрем, а потом суд будет, Бог воскресит всех. С чем мы предстанем? Люди смеются, а слово Божие говорит, горе смеющимся ныне. Ибо вас плачете и возрыдаете. Будет огонь вечный, озеро, туда брошены будут грешники. А праведники со Христом будут в Царстве Небесном. Христос умер за наши грехи. И веруя, мы имеем жизнь во имя Его. Тут место очень нехорошее. Это Содом, Гаморра. Матерятся, все время едят и пьют. Куда бы ни пришел, половина голая. Это срамное место. Бестыжие люди собрались здесь. Единицы, может быть, на тысячу один, которые не такой. Они вот видят, что я стою, Богу молюсь. Они даже в секунду не задерживаются. Даже ради интереса не останавливаются. И все до половины головы видно, дальше нет. Господь обнаружит, все лицо будет видно. Весь мир будет видеть, чем ты занимался. Когда грешники воскреснут, перед всем миром будет проходить суд Божий. Все до одного человека за семь с половиной тысяч лет, которые были. А их уже больше ста миллиардов умерло. И купи Библию. Вот такая книга есть, Библия. В руках держал когда-нибудь ее, нет? Вот. Видишь, какая книга? Ветхий Новый Завет. А если слово Библия-то слыхал когда-нибудь? Видишь, корень какой? Библиотека. Похоже? Это книга-хранилище. А Библия, это означает Библию по-гречески книги. Вот в одних корочках здесь 77 книг. Бывают большие, а бывают на одной странице. Там все сказано. Как Бог вот этот мир сотворил. Как люди согрешили. Как история продолжалась. И вот 2019 год, как родился Христос. Христос умер за наши грехи. Он Бога-человек. Не просто Бог и не просто человек. Чтобы люди веровали в Него. Живя для Бога, ты будешь видеть ближнего в каждом образ Божий. У тебя жизнь будет наполненная. А сейчас что? Напился? Что-то сделали замещание? Сам на себя руки накладывает. То повесился, то с этажа бросился. Смотришь и... Народ-то, ты сам себя уничтожить не можешь. Хотя бы внутри тысячи атомных бомб разорвались. Ты все равно будешь целый. Бог опять все тебе даст живое. И тогда будешь отвечать за все. А сегодня человек должен определить, где он будет. С Богом или с Сатаною. А Сатана это бывший ангел, который первая революция была на небе. Там постал. Видишь, мы с тобой сколько-то минут. И сколько ты можешь узнать. А ты сейчас встретишься с любым стариком. То он ничего не знает. Он пойдет на кухню и стоит, не знает, зачем пришел. Совершенно безумный народ стал. Поэтому, если у тебя душа живая, ты обязательно будешь искать. То, что ты остановился, это уже хорошо. Ты услышал. Я сейчас буду считать книгу «Псалтирь», а потом «Евангелие». Ты «Евангелие» тоже не считал? А вот послушай, только не нажимай, не уходи никуда. Побудь здесь. Это не больше там за 10 минут я уже просчитаю. Потом опять поговорим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. 33-й Псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя его вместе. Я взыскал Господа, и он услышал меня. Я от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скинны бедствуют и терпят голод. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Скинны бедствуют и терпят голод. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык твой от зла и устат твой от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господня против делающих зло, чтобы истребить земли память их. О них взывает праведно, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведников, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Господи! Найди новые души, которые не знают Тебя. Обрати Твой лик на них. Открой им истину Твою, Боже. Для Тебя нет невозможного, любящий наш Отец Небесный. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславец Ты грешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Хвала Тебя с честью поклонения, слава и благодарение. Приди, Господи, и воззри, что делает человек, едва родившись. Он не знает, что после смерти ожидает его муха вечная, где будет плащ и скрежет зубов вместе с сатаной в озере огненном. И конца мучением не будет. Откроем это, Господи, это сыны проклятия. Обрати их, Господи. Дай им пробуждение совести, ума. Они, как падаль, выброшенные на улицах, голые валяются. Сатана раздел их полностью. Блуд захватил с десяти лет, как говорит Достоевский. Десятилетние уже развратные. Десятилетние уже развратные. Помилуй нас, Боже, помилуй нас, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, честь и поклонение. Слава и благодарение. Во веки веков. Аминь. Спаси нас, Господи, и помилуй. Велик Господь и достохвален в делах своих. Аллилуйя. Открой истину людям, чтобы они познали Твою вечную любовь. Сыне Иисусе Христе. Вот Он обезображен паще всякого человеческого лика. И Он взял наши немощи и понес на Себе. Аллилуйя. Я, Сын человеческий, придя, найдет и веру на земле. Человек, как пылинка в вихре ветра. Он не знает, для чего родился и что ждет его после смерти. Верующий в Сына Божия, Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И он будет брошен в озеро, кипящее огнем и серое. Это смерть вторая. Вместе с сатаной и концам мучениям никогда не будет. Поэтому пробуди совесть их. Дай им понять, Господи, что Твоя любовь безмерная ждет человека. Ибо верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Человек не успеет родиться, как приспело время уже умирать. Это все одно мгновение. И зачем он жил, если не войдет в жизнь вечную? Лучше бы ему не родиться, если он не родился свыше. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Добрый день! У вас вопрос какой-то есть? Нет. А вы чем занимаетесь? Мы занимаемся тем, что пришли вот в эту рулетку, в это ущелье тьмы и мрака, блуда и пьянства, разврата, чтобы людям сказать, что ждет их за это дело. Открыто творят блудодеяния, голые, показывают непотребные органы свои. И мы пришли верующие благовествовать, что за них тоже Христос умер и ждет с покаянием. Это место самое нехорошее, наверное, на земле. Малые дети с чем занимаются? Малые, совсем малые. Они дерзкие, насмешливые. Надо считать Слово Божие. У вас Евангелие есть дома? Нет. Нету Евангелия. Для нас это очень странно. А у вас в городе есть церковь православная? Да. А вы там были в ней? Да. Ну и что, там быть или здесь, где лучше? В церкви или вот здесь, в этом ущелье тьмы и мрака? Все, сравнение не выдерживает. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава Тебе. Господи, благодарю Тебя. За эту святую возможность сказать о Тебе, о милости Твоей, о скором пришествии Твоем. Прости, Господи, помилуй, прости, благослови, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благословенны, да будет персты, прославляющие Бога на музыкальных инструментах. Как некогда отрок Давид, ставший царем, псалмопевцем. Он воспевал Бога на гуслях десятиструнных. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Приди, Господи, избери избранных Твоих. Откроем истину, что Ты умер за всех. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Просчитаем Псалтырь, 150-й, последний Псалом. Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органах, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Боже, будь милостив ко мне грешному Создавший меня Господь, помилуй меня Бесчисла я согрешил, Господи Прости меня грешного и помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Евангелие от Матфея, 3 глава И пришел опять Иисус в синагогу Там был человек, имевший иссохшую руку И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его Он же говорит человеку, имеющему сухую руку Встань на средину А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать Душу спасти или погубить Но они молчали И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их Говорит тому человеку, протяни руку твою Он протянул, и стала рука его здорова, как другая Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против Иисуса Как бы погубить его Но Иисус с учениками своими удалился к морю И за ним последовало множество народа из Галилея Иудея, Иерусалима, Идумея и Зиордана И живущие в окрестностях Тира и Сидона Услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве Аллилуйя И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка По причине многолюдства, дабы не теснили его Ибо многих Иисус исцелил Так что имевшие язву бросались к нему, чтобы коснуться его Аллилуйя Слава тебе, Боже наш, слава тебе И духи нечистые, когда видели его, падали Богу нашему слава Во веки веков, аминь Просим, приходите, подписывайтесь Будете регулярно получать С нашего канала Если вам понравилось наше видео Одобряйте Ставьте лайк А также поделитесь с друзьями О просмотренном в соцсетях Вконтакте, в фейсбуке, в твиттере, в одноклассниках Добавляйте в плейлист Подписывайтесь на наш канал Нажимайте на колокольчик Это даст вам возможность узнавать о новых видео Которые обязательно будут выходить на нашем канале А также смотрите другие наши видеоролики В нашем богатом видео архиве Помоги вам Христос С Богом